10.00 на часах нашей студии. Время информационно-аналитической программы 7 дней в регионе на телеканале ПС. С вами Алексей Шемякин. Доброе утро. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Номер телефона 639717. Мы будем рады, если вы позвоните. Ну а сейчас коротко о тех темах, что поднимем сегодня в выпуске. Арктический форум. Как столица Поморья готовится к событию мирового масштаба? Какие дома уже пошли под снос? И как изменится к форуму облик города? Чтобы можно было наблюдать уже не только развалы и горения, а что-то уже более интереснее и привлекательнее, чем вот это все. Все флаги в гости к нам. Насколько представительным станет Арктический форум? Первые лица каких государств приедут в Архангельск? Еще две недели назад подтвердились четыре президента. Я думаю, ближе к форуму мы можем еще получить парочку президентов. Деловая часть программы Арктического форума. Какие проблемы будут подняты? Какие контракты планируется заключить? И какую пользу в конечном итоге принесут два дня работы форума Архангельскому краю? Такой проект – это глобальный проект, который останется действительно на века. А что деятели культуры готовят к форуму? Что станет центральным событием на площадках Архангельска? И чем удивим многочисленных гостей? Это авторские художественные коллекционные куклы, которые выполнены по старинной технологии. Кроме того, сегодня в программе ожидаем экспертов, которые поделятся своими мыслями о приближающемся Арктическом форуме и много другой полезной информации. Итак, тема Арктического форума, как вы уже поняли, станет сегодня центральной. До него осталось буквально 17 дней. И интерес к международному мероприятию, которое пройдет в Архангельске в конце марта, растет все больше. В нашей студии будут гости, которые оценят масштаб форума. Вы также можете высказать свое мнение, если позвоните к нам в студию по телефону прямого эфира 639717. Ну а пока давайте посмотрим, чем жил регион на этой неделе. Акт вандализма в поселке Вычигодске, города Котласа. Неизвестные выкорчевали одну из гранитных досок возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уже через несколько дней вандалов нашли, ими оказались подростки. Вычислить их помогли камеры видеонаблюдения, которые установлены на здании местного ДК. Одному из вандалов 15 лет, второму всего 10. Причина таких деяний, конечно же, малолетний возраст, отсутствие должного воспитания и контроля со стороны родителей. Дети не оценивают свои поступки как циничные и оскорбительные, да, и, то есть, оскверняющие. А один из мальчиков собирал цветы для того, чтобы подарить маме. Собрал их в окапку и понес домой. Младший из хулиганов уже состоит на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Ему светит путёвка в Центр временного содержания юных правонарушителей на срок до 30 суток. Учитывая юный возраст злоумышленников, за их деяния ответят и родители. Им грозит административная ответственность и штраф от 100 до 500 рублей. В Северодвинске инспекторы ветеринарного и фитосанитарного надзора провели очередной рейд по несанкционированным местам торговли продуктами. У продавцов не было никаких документов на мясо, но конфискация нелегального товара инспекторам далась нелегко. Торговать на рынках, по словам фермеров, невыгодно – дорогая аренда. А здесь их знают у них постоянные покупатели. Но не все жители Северодвинска поддерживают уличную торговлю. Торгуйте в положенных местах. Санитарный контроль должен быть. Люди могут рыбу, я сейчас в полу, рыбу продают. На вагу. Она же в гаражах валяется, а потом они её продают. Ну и что? Нормально? Ненормально. Правильно делается всё. Порядок надо наводить. Всем фермерам, что торгуют собственной продукцией, необходимо получить справку ветеринарной службы. Она стоит всего 500 рублей. Прежде чем забить животное, владелец животного должен обратиться в госвесслужбу по местонахождению, провести предубойный осмотр, затем убить животное и после убойную экспертизу. Затем мясо клеймится и оформляется ветеринарный сопротив документов в восстановленном виде. Вся продукция была конфискована. Фермерам выписали штраф в 3000 рублей. А если в мясе обнаружатся инфекции, продукт уничтожат. В Архангельске продолжается возведение кафедрального собора. Строительство стартовало 6 лет назад, но говорить о точной дате сдачи объекта пока рано. Внутри храма идут отделочные работы. В течение ближайших двух недель у нас должны начаться поставки плит на пол, каменных плит, гранитных. И приедут снова каменотесы, которые будут завершать монтаж стен, облицов камнем в нижней части храма. И уже на финиш будем выходить с полом. Сейчас основные работы идут в нижнем храме. Тут разместятся воскресная школа, служба социальной помощи и библиотека. Завершается монтаж электропроводки, вентиляции и отопления. Но основная забота архитектора – это, конечно, верхнее помещение собора. Даже сейчас в строительном мусоре главный храм впечатляет. Нам очень хочется сделать в этом соборе такую акустику, чтобы каждое слово было слышно в любой точке собора. Поэтому мы уже пригласили специалистов по церковной акустике из Ростова-на-Дону. И на ней уже приступили к работам. Храм воздвигается исключительно на пожертвования, и средства еще нужно немало. Воспитанники Новодвинского дома детского творчества стали призерами первой областной олимпиады по 3D-моделированию и Дельфийского фестиваля «Таланты по морям». Отличное знание компьютерных технологий привело ребят к золотым медалям на олимпиаде. Мы выбрали машину-амфибию. Сначала мы создали эскиз, машину, которую мы будем делать, отдали его организаторам. И в конце мы должны были сдать амфибию, такую же, только в объемном виде, сделанную в программе, которая должна была бы соответствовать полностью эскизу. Не менее удачно воспитанники дома творчества выступили на областном этапе Дельфийских игр. Рустам Габдулхаков всегда приезжает с наградами. Свои изделия он представил в номинации «Народные промыслы и ремесла». Было сложно выступать не в начале, а в конце. Это весь напор страстей. Было выступать слишком сложно, потому что были участники достойные. Первой для города золото привезла и Дарина Жукова. Участница объединения «Волшебный объектив» демонстрировала свои работы в номинации «Фотография». Первая серия была с открытия одной из номинаций, вторая серия была «Архангст-город воинской славы». С помощью фотографий я могу показать людям какие-то проблемы или какие-то достоинства мира. Теперь Дарина в составе сборной Архангельской области поедет в Екатеринбург, где пройдут всероссийские Дельфийские игры. Сегодня в Котласе «Единая Россия» проводит предварительное голосование «Праймерис». Цель с помощью членов партии и сторонников определить кандидатуры от «Единой России» на выборы в областное собрание депутатов. По Котласскому округу там освободилось место после избрания Андрея Палкина в Госдуму. Есть, к слову, еще два свободных мандата в региональном парламенте после того, как реальные сроки заключения получили экс-депутаты Сергей Мышковский и Александр Савкин. Дополнительные выборы в областное собрание назначены на 21 мая. Тогда же пройдут до выбора и в Архангельскую городскую думу. В ней пустует кресло Дмитрия Юркова, который теперь представляет наш регион в Государственной думе. Ирина Ившина продолжит. На кону три мандата в областной парламент и один в городскую думу. И кажется, предвыборная кампания обещает быть как минимум нескучной. Так, в региональном отделении ЛДПР заявили, что легко сдаваться не намерены. За депутатские кресла в областном собрании под знаменем ЛДПР поборются Александр Ерофеевский в Котласе, Эдуард Володенков в Онеге и Игорь Арсентьев в Шенкурске. Поэтому мы планируем активную предвыборную кампанию. Негатив, который сегодня скопился у населения к действующей власти, с учетом того, что до выборы по двум из трех округов у нас связаны с негативными явлениями депутатов от партии власти. Поэтому мы планируем там предвыборную кампанию развернуть активно и рассчитываем на победу. В «Справедливой России» имена своих кандидатов обещают назвать через пару дней. Но уже сейчас по официальным комментариям регионального отделения партии можно сделать вывод, что на предвыборных плакатах наверняка появится обычная женщина, бывший депутат Госдумы Ирина Черкова. Но в свою очередь хочу заверить, что это известные и авторитетные люди не только на территории избирательных округов, по которым они будут баллотироваться, но и на всей Архангельской области. Некоторые из них обладают солидным законодательным опытом, в том числе работы в высших законодательных органах страны. Все они профессионалы и будут достойно отстаивать интересы северян. Политические партии, которые у нас в России есть и в Архангельской области, они выдвигают своих кандидатов. Если достойны кандидатов, попробуем мы с ними обязательно представить более лучших. Лучших «Единая Россия» отбирает по старинке на праймере с полной список кандидатов, оглася 12 марта. Результаты уже проведенных в предварительных голосовании таковы. В Вельске ЕР представит директор Вельских электрических сетей Алексий Даровский. В Онеге бывший заммэра Архангельска бизнесмен Анатолий Назаров. От округа Майская горка в Гордуму пойдет Роман Марчук, директор управляющей компании «Наш дом Архангельска». Мы планируем, что и остальные партии, по крайней мере те, которые представлены в областном собрании депутатов и в Государственной Думе, также примут участие и выдвинут своих кандидатов на этих выборах. На сайте регионального отделения КПРФ предвыборной активности мы не заметили, но по телефону нам подтвердили – участвовать будут. В самой же малочисленной партии ЗАГС Собрания Родине пока, цитата, решают вопросы с документами, но заявиться на выборы тоже намерены. Окончательный список участников предвыборной гонки областной избиркома гласит 5 апреля. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе. И теперь к Арктическому форуму. Напомню, он пройдет в нашем городе 29 и 30 марта. Ожидаем около полутора тысяч гостей. Помимо российских политиков и журналистов приедут представители 14 государств. Так что название форума «Арктика. Территория диалога» отражает его суть. Давайте посмотрим, кто же станет участниками события мирового масштаба. То, что Арктический форум в Архангельске станет самым многочисленным и представительным из всех проведенных ранее, уже не вызывает сомнений. Возглавит его президент России Владимир Путин. Уже точно известно, что в Архангельск прибудут главы Исландии и Финляндии. С ними глава российского государства проведет отдельные двусторонние встречи. Уже сформирован предварительный список докладчиков и модераторов. 121 человек. Из них 24 иностранных гостя. Среди них представители даже неорктических стран. Японии, Германии, Южной Кореи, Сингапура и Индии. Также, по информации Министерства иностранных дел России, готовность принять участие в форуме уже высказали вице-премьер Китая и премьер-министр Швеции. Кроме того, глава МИД Норвегии надеется на встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Берге Брэнде, кстати, назвал общую границу с Россией на Севере важным фактором в норвежской арктической политике. Примет участие в форуме и потенциальный инвестор проекта «Белкамур» – китайская компания «Поли Групп». Об этом было заявлено на встрече в Москве губернатор Архангельской области Игоря Орлова с президентом китайской компании «Поли Интернейшнл Холдинг Лимитед» в Анлинем. Планируется, что на площадке форума состоится встреча заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина и вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна. Они обсудят совместные проекты в области освоения Арктики, включая Северный морской путь, строительство «Белкамура» и глубоководного морского порта Архангельск. На полях форума также запланированы саммит губернаторов Северного форума и Арктический бизнес-форум. В Северный форум входят Красноярский край, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Республика Саха, Якутия, Ямалоненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область, Приморский край, а также города и провинции Исландии, США, Кореи и Финляндии. В общем, с уверенностью можно сказать, что Арктический форум в Архангельске становится площадкой для обсуждения глобальных мировых проблем и проектов. О значимости Арктического форума говорят на всех уровнях. Международная площадка для переговоров политиков и для презентации бизнесом своих проектов станет по-настоящему полезной для нашей страны. Начиная с вопросов внешней политики России, заканчивая новыми перспективами для Архангельской области, мы записали несколько экспертных мнений. Во-первых, это президентский форум. Вы правильно сказали, это международный масштаб. Еще две недели назад подтвердились четыре президента. Я думаю, ближе к форуму можем еще получить парочку президентов. Форумы сопровождаются федеральными деньгами, которые можно вкладывать в инфраструктуру. Можно построить здания, можно сделать ремонты, можно обновить конференц-залы, можно обновить гостиницы. За проведение таких форумов борются все регионы. И для нас это очень большая удача, что Арктический форум будет идти у нас. Мы боролись за то, чтобы Архангельс был еще раз хозяином этого форума «Арктика. Территория диалога». Форум, который привлекает, интерес к нему огромный не только ученых, но и политиков, и бизнесменов. И, естественно, Архангельс должен показать, на что он способен. Область инвестиций – это очень самое главное, которые придут для разработки структуры. Отсюда рабочие места, отсюда бюджет области. Два дня, которые будут проходить, большая тематика, много вопросов поднимается. Участвуют ведущие специалисты и политики, в том числе планируется участие президента Финляндии, с которой Архангельска, с этой страной есть свои отношения. В общем, большой политический форум, который привлекает внимание. В любом случае, возможность собрать на площадке региональной большое количество руководителей федерального уровня, да еще и во главе с президентом Российской Федерации, это само по себе дает дополнительный стимул к развитию региона. То есть, те люди, те руководители, которые прибудут к нам в регион, они будут иметь возможность пообщаться с нашими региональными министрами, они смогут вникнуть более глубоко в те проблемы, которые стоят перед регионом, они могут выдвинуть какие-то предложения, потому что разрешить те проблемные узлы, которые у нас есть. Это площадка, которая позволяет встретиться, что называется, на полях этого форума различным руководителям, осудить наши внутренние проблемы. И не только проблемы Арктики в целом, но и региональные проблемы. Кроме всего прочего, если говорить конкретно о Белкоморье и Глубководном порту, безусловно, проекты один и другой двигался бы и без форума. Но в данном случае мы имеем вполне конкретную точку дедлайна, к которой мы должны подготовиться. Естественно, это нас подстегивает. Естественно, мы движемся более быстро, понимая, что на площадках форума это будет наиболее удачная площадка, где будут практически все заинтересованные лица в этом проекте, от которых зависит в конечном счете принятие решения. И естественно, что мы не можем не использовать эту площадку для того, чтобы не выйти на нее с теми материалами, которые мы готовим, и быть максимально убедительными в общении с нашими контрагентами. Такой проект, это глобальный проект, который останется действительно на века. Извините, Николаевская железная дорога, ныне Октябрьская, мы до сих пор ей пользуемся и по ней ездим. Это те вещи, которые, ну, они не проходящие. Остаются для страны на века. Проекты «Белкомор» и строительство глубоководного порта важны не только для нашего региона, они являются стратегическими для всей страны. Что ждем еще от форума, каких новых проектов, потенциальных инвесторов? Поговорим об этом с директором Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергеем Смирновым. Он сегодня с утра у нас в гостях. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Итак, насколько велико сегодня участие Архангельской области в освоении Арктики? Я имею в виду с точки зрения освоения шельфа, ну, и инфраструктуры тоже. Ну, на самом деле, участие в наших предприятиях, предприятиях Архангельской области достаточно обширно. Давайте хотя бы начнем с наших судоходных компаний. Сейчас наши предприятия активно работают как судоходные компании. Сабетту, Диксон, Хаттангу. Получается, что завозить грузы даже на Чукотку через Архангельск гораздо выгоднее. Соответственно, получают работу наши портовики, судоремонтные предприятия. Оборонный комплекс, как вы знаете, также строит платформы. И более того, они продвигаются дальше. Сейчас даже за строительством они намерены и обслуживать сервисное, техническое обслуживание производить как своих платформ, так и других, которые находятся в Арктике. То есть все по цепочке? Все по цепочке. Я думаю, что заслуженно Архангельск сейчас считается таким научно-технологическим и логистическим центром по освоению Арктики. Участие бизнеса в освоении Арктики, перспективы, какие-то новые контракты и так далее? Безусловно. Подавляющая часть наших предприятий, их хозяйственная деятельность связана с освоением Арктики. И мы сейчас говорим не только о крупном бизнесе, а также о малом бизнесе. В той же Сабете, проекте «Ямал-СПГ» задействованы сотни компаний, поставщиков различных уровней. Это и оборудование, материалы строительные, много-много. Большой спектр очень. А вообще, насколько велик планируется или возможен ли приток новых инвестиций после того, как в Архангельске будет проведен вот этот форум, Арктический форум? Ну, насколько мне известно, подобные форумы и проводятся для того, чтобы привлечь инвестиции. Безусловно, мы не можем ожидать, что сразу же огромные потоки денег хлынут в Архангельскую область. Процесс привлечения инвестиций – это всегда поэтапный процесс. Какие-то этапы, наверное, удастся достичь, переговоры, соглашения подписать. Я думаю, это вполне реально. То есть о цифрах пока не говорим, но перспектива у нас хорошая. Перспектива абсолютно хорошая. Ну, а в чем же преимущество все-таки нашего региона и конкретно Архангельска? То, что теперь раз в два года форум будет проходить все равно на нашей территории. Это уж очевидно. Ну, мне кажется, очевидно, что это на статус Архангельска очень сильно повлияет. То есть в глазах мирового сообщества Архангельск очень будет приподнят, и его имидж будет довольно высок. Это поставит Архангельск, наверное, в один ряд с такими городами, как Тромси, Рикьявик, где проводятся подобные форумы на арктическую тематику. И, конечно, это, безусловно, встречи. То есть это очень широкая дискуссионная такая площадка, где можно встречаться с нефтегазовыми императорами, с компаниями, которые работают в Арктии. И наш бизнес, архангельский бизнес, будет иметь возможность первым узнать об этих проектах, провести эти договоренности, ну и как-то развивать свой бизнес. Вот вы когда говорите об Арктическом форуме, у вас горят глаза. Значит, тоже ожидания позитивные и хорошие. Да, ожидания позитивные. Наша ассоциация также принимает участие в форуме. Мы являемся с организаторами круглого стола. Поэтому я надеюсь, что будет очень интересно. Все получится. Все получится, да. Сергей Смирнов сегодня был у нас в гостях. Директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие». Мы продолжаем нашу программу. Уже не раз повторялось, что проведение форума мирового масштаба для нашего города – это особое преимущество. Сносятся старые деревяшки, которые портят облик города. Строится выставочный зал. Глобальная реконструкция в аэропорту. Наконец-то взялись и за поселок авиаторов. Именно его видят первым, кто прилетает в наш город. Как меняется лицо, узнал Вадим Федосеев. Аэропорт Талаги – первый, что увидят участники грядущего форума, которые прибудут к нам самолетом. Сейчас на территории воздушной гавани столицы Поморья идут работы по монтажу нового международного терминала. Это дополнительные площади, соответственно, дополнительные стойки регистрации, дополнительные пункты досмотра. То есть будет расширение площадей и, соответственно, будет такой стимул для расширения маршрутной сетки и для новых рейсов и так далее. К началу проведения арктического форума завершат работы по возведению фасадов нового аэровокзального комплекса. Меняется и облик Архангельска. Спецтехника активно ликвидирует старые дряхлые деревяшки, уродующие областной центр. Например, для двух домов недалеко от перекрестка Урицкого-Ломоносова эта весна станет последней. Построены они были еще в 1930 году. Аварийными признаны несколько лет назад. В расселенных домах обитали бомжи, постройки постоянно поджигали. Поэтому горожане с носу обрадовались. Я еще довольный. Давно пора. Что стоит ухлень такая. Чтобы можно было наблюдать уже не только развалы и горения, а что-то уже более интереснее и привлекательнее, чем вот это все. Работы контролируют специалисты городской службы спасения. Они же демонтировали старые электропровода, мешавшие работам. Решение о сносе этих аварийных деревяшек комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла только 31 января этого года. До этого долгое время решался вопрос с собственниками. Один дом, как мы видим, уже снесен. Второй будет ликвидирован в течение двух-трех дней. Ну а все работы по благоустройству территории должны завершиться к началу проведения Арктического форума. К знаковому для области событию нужно навести порядок и здесь, в Лагодская 20. Двухэтажное старое строение было снесено в 2016 году. Все, что осталось после, вот это ограждение, которое своим видом портит внешний вид проспекта Ломоносова. Именно по нему поедут многочисленные кортежи с гостями форума. Саму площадку проведения форума Северный Арктический Федеральный Университет тоже активно подготавливают к грядущему форуму. Внимание к объекту по понятным причинам особенно повышенное. В рамках рабочей поездки его готовность проверил глава Архангельска Игорь Годзиш. Ряд подрядчиков сейчас готовит тротуары, которые будут монтироваться вдоль корпусов САФУ и до Праги. Соответственно, смотрим размещение, смотрим готовность и необходимо увязать работы, которые ведут строители на территории САФУ. И, соответственно, работы наших дорожников и по подготовке территории, и по монтажу дальше уже и площадок, и тротуаров. Главное уложиться в срок до 29 марта. Именно в этот день будет дан старт Арктическому форуму «Арктика. Территория. Диалога». Пока все работы идут по графику. Отставаний нет. Вадим Федосеев, Артемий Заварзин, Денис Клинчевский. 7 дней в регионе. На базе Северного Арктического Федерального Университета работает Арктический Центр Стратегических Исследований. Именно он занимается организацией и координацией экспедиционной и научной деятельности в Арктике. проводит исследования по оценке состояния развития Арктического региона, занимается образовательной деятельностью и способствует международному сотрудничеству в вопросах изучения Арктики. Сегодня директор этого центра Константин Зайков у нас в студии. Константин Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Архангельская область способна выполнять только образовательную функцию в освоении Арктики? Или мы еще что-то можем предложить? Конечно же, мы можем предложить очень многое для развития освоения Арктики. Ну, во-первых, это транспортно-логистические функции. Архангельск традиционно, исторически играл очень большую роль в освоении Арктики, в обеспечении Арктики генеральными грузами. И в этом смысле, конечно же, мощности порта, в том числе наличие транспортных компаний, которые уже играют большую роль в транспортном обеспечении, в грузоперевозках, они могут быть задействованы, они уже задействованы для реализации крупных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации. И здесь, конечно же, для нас очень важно, что в прошлом году новый логистический оператор, это первый арктический консорциум, где ключевую роль играет оборонлогистика. Они выбрали Архангельск своей базой для транспортно-логистического обеспечения в арктическом регионе. И Северно-Арктический федеральный университет, к примеру, в прошлом году мы подписали соглашение с оборонлогистикой по созданию центра мониторинга морских операций в Арктике. Это очень важно для региона и для нас в целом, что Архангельск становится таким очень мощным центром, что дает возможность и перспективу для задействованных компаний, расположенных в Архангельской области, для деятельности в Арктике. Кроме этого, Архангельская область, она играет очень большую роль в ресурсном обеспечении. Стоит не забывать о том, что более 20% российских ресурсов по алмазам, по отдельным видам руд, они расположены на территории Архангельской области. И в ближайшее время будет реализован проект по разработке Павловского сфинцево-цинкового месторождения, проект на мощность которого будет более 2 миллионов руды в год выпуска. Уже проведены успешно геологически изыскные работы. В следующий год планируется уже начало строительства горнодобывающего комплекса и в 2020 году первый выпуск руды. И это тоже очень важно, потому что это диверсификация экономики региона. И, кроме того, большой вклад в обеспечение ресурсной безопасности нашей страны. Это понятно. Это все инфраструктура, полезные ископаемые и так далее. А какие преимущества Архангельска с точки зрения, что у нас находится федеральный университет? Как мы это можем использовать? Это не федеральный университет. Но стоит не забывать о том, что федеральный университет, если мы берем именно подготовку специалистов для Арктики, это более 4 тысяч студентов, которые обучаются именно по арктическим направлениям подготовки. Университет готовит студентов для 13 отраслей экономики. Это порядка 136 образовательных программ по очень широкой линейке. Это и историки, и культурологи, и океанологи, и инженеры, геологи, и нефтяники. То есть это достаточно очень много с точки зрения обеспечения кадров. Кроме этого, федеральный университет играет большую роль для привлечения молодежи, удержания молодежи в регионе, потому что все мы прекрасно понимаем, что одна из ключевых проблем в Арктике – как удержать молодежь в регионе. И здесь университет играет очень мощную социальную функцию. И в прошлом году мы проводили мониторинг среди молодежи, которые учатся в вузах. Это более 4 тысяч студентов, которые учатся на выпускных курсах. И, собственно, мы выявили этот фактор, что университет играет ключевую роль в этом процессе. Кроме того, СОФО – это крупнейший вуз в арктической зоне. И если мы возьмем, к примеру, программы по арктической направленности образовательной, то более 60% всех программ среди арктических вузов реализуются на базе Северно-Арктического федерального университета. Константин Сергеевич, не могу не спросить вообще, как может измениться положение Архангельской с точки зрения экономики и статуса в связи с тем, что Арктический форум получает постоянную прописку у нас? По-настоящему это большая победа. И, скажем так, очень большое историческое событие для истории нашего города и нашей области. Потому что мы получаем возможность для долговременных инвестиций в регион. Потому что на полях форума будут приезжать крупные компании, потенциальные инвесторы. И для нас очень важно, конечно, что этот форум проходит на нашей поморской архангельской земле. Потому что мы получаем возможность использовать присутствие этих игроков для того, чтобы привлечь инвестиции в регион. С другой стороны, конечно же, это мощный приток прямых денег, в первую очередь, в сфере туризма. Потому что все гостиничные, комплекс города и ближайшие городские агломерации, он тоже будет задействован в этом. И это подхлестнет развитие туризма и привлекательность региона для людей из других субъектов Российской Федерации и зарубежья. И, кроме этого, Архангельск становится такой точкой для выработки решений. И в этом плане, конечно, то, что процесс принятия решений раз в два года будет переноситься в Архангельск, это тоже для нас очень важно. Потому что это позволяет нам выносить на федеральную повестку, международную повестку, те вопросы, которые очень важны, в первую очередь, для Архангельской области. То есть статус. Статус, да. Большое спасибо, Константин Сергеевич, что нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Константин Зайков, директор Арктического центра стратегических исследований Северно-Арктического федерального университета имени Ломоносова, был сегодня у нас в гостях. Мы продолжаем. Несомненно, будет насыщенная и культурная программа форума. Задействованы все центральные концертные площадки, музеи, библиотеки. В каждом из учреждений культуры своя арктическая изюминка. К примеру, экспозиция Северного морского музея. Это прибор для заточки одноразовой бритвы. То есть есть бритва опасная, да, всем прекрасно известно, а есть, как говорится, одноразовая бритва. И вот непосредственно это станок для ее заточки. То есть сюда кладется бритва, да, ну и вот такими непосредственно движениями, да, она уже затачивается. В Северном музее не скрывают, благодаря новой выставке здесь твердо рассчитывают переплюнуть коллег по музейному делу. Таких проектов в Архангельске не было давно. Но научные сотрудники решили в мельчайших деталях воссоздать интерьер и быт полярной станции. Все-таки полярник – это профессия достаточно героическая, да, то есть это действительно самые настоящие кумиры для целого поколения, особенно, например, поколения 30-х годов. Когда мы посмотрели, да, фотографии того, собственно говоря, где эти самые полярники жили, да, это был наспех, такой очень в короткие сроки наспех сколоченный дом, ну такой даже больше напоминающий сарай, да. Скромный интерьер, самые необходимые предметы быта, различные приборы и инструменты. Над воссозданием станции советского полярника 60-х годов научные сотрудники работали несколько недель. Сборно-разборную конструкцию самого дома сейчас монтируют на заводе. Каждый экспонат будущей выставки действительно использовался в 60-х. Ко многим вещам из прошлого столетия можно будет прикоснуться и сегодня. Выставку решили сделать интерактивной. Метеобудка, которая будет полностью восстановлена, да, то есть все приборы будут рабочие, в нее можно будет заглянуть, можно будет провести измерения, узнать влажность, температуру. То есть практически вот провести те самые метеонаблюдения, которые полярники делали каждые три часа, включая день и ночь. Интерактивная выставка откроется в гостиных дворах 29 марта, в день старта Международного арктического форума. Позже экспозиция переедет в Северно-морской музей, где проработает до начала сентября этого года. Ирина Ившина, Владимир Орлов, 7 дней в регионе. Так зачем воссоздают дом полярника, спросим у директора Северного морского музея Евгения Тенитова. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Главная цель, конечно, воссоздания или реконструкции дома полярника или полярной станции – почувствовать сопричастность. Потому что мы часто очень произносим слово «Арктика», порой не всегда понимая, что мы под этим подразумеваем. А вот посмотреть на быт полярников, особенно полярников прошлого, 50-60-х годов, не только и быт, но на то, как они работали, на какой технике они работали. Фактически зайти в это здание, оказаться среди предметов, потрогать их – это очень важно. Это важно очень прочувствовать человеку. Может быть, тогда «Арктика» не покажется столь далёкой, как по телевизору или в рекламных буклетах каких-то. Выставка будет, дом полярника, вернее, будет нацелен и на молодёжь, и на взрослую аудиторию. Безусловно, да. Я думаю, что это интересно абсолютно всем. И главная наша цель всё-таки сделать, и мы это сделаем, эту реконструкцию интерактивной. Потому что музей, как вы понимаете, несколько ограничен законодательством, и использовать музейные предметы для того, чтобы их можно было подержать в руках, невозможно. Особенно предметы музейного фонда, государственного музейного фонда, из которого и состоит наша экспозиция и хранилище нашего музея, да и любого другого государственного музея. Поэтому нам пришлось пойти, как бы сказать, обратным путём и собрать этот дом полярника, предметы, которыми он наполнен, связавшись с ветеранами Северного морского пароходства, с ветеранами метеослужбы, с антикварами, с коллекционерами, с реконструкторами, и наполнить его предметами, которые можно подержать в руках. Ещё можно приносить? Да, конечно, приносите. В Северный морской музей? Да, абсолютно. Евгений, каким образом вы чувствуете приближение Арктического форума? Я чувствую приближение Арктического форума буквально на себе, потому что мой кабинет наполняется раритетами каждым днём. И мой кабинет становится всё больше и больше похож на антикварную лавку, поэтому это просто для меня ежедневный процесс. Вот те проекты, которые появляются сейчас благодаря форуму, можно ли их будет каким-то образом в дальнейшем использовать? Получат ли они прописку у нас? Да, но судьба этой выставки и реконструкции нами планируется такова. После окончания основных мероприятий форума дом полярника будет демонстрироваться 29 числа в гостиных дворах. Нам выделяют целый зал под этот проект. Потом он переезжает в неизменном виде на второй этаж Северноморского музея и будет там экспонироваться до сентября. В дальнейшем очень возможно, что этот объект, эта инсталляция совершит путешествие в какие-то другие музеи. Может быть, музей Мирового океана или музей Арктики-Антарктики в Санкт-Петербурге. Потому что, на самом деле, подобные инсталляции существуют в музеях, но я надеюсь, что наша будет самая аутентичная и самая уникальная. Поэтому я думаю, что многие музеи захотят продемонстрировать такой объект. Евгений, спасибо, что нашли с утра время прийти к нам в гости. Евгений Тенитов, директор Северного морского музея, был сегодня с утра у нас в гостях. Поморские мастера также готовятся к Арктическому форуму. 29 марта в гостиных дворах пройдет ярмарка продажи Северного хендмейда, что в переводе сделано своими руками. В ярмарке примет участие известнейший в регионе кукольных дел мастер Ирина Черепанова. За 8 лет работы девушка создала около 1000 уникальных коллекционных кукол. Зарубежные коллекционеры буквально стоят в очередь за каждым экземпляром. Мастеру неоднократно предлагали переехать в Европу, но Ирина отказывается. Здесь у нее ученики, своя студия в Северодвинске и огромные планы по развитию собственного производства. Гостям Арктического форума Ирина представит новую коллекцию кукол, изготовленных по старинной технологии из крахмала и ваты. Это авторские художественные коллекционные куклы, которые выполнены по старинной технологии. Это вата плюс клейстер, картофельный крахмал и обыкновенная вата. Макеты будут на тему Арктики. Это будут полярники, это будут палатки, это будут метеорологи, это будут ученые с флагами. То есть все как правильно Арктику, когда завоевывали, когда мы ее развивали. То есть это будет все очень наглядно показано в макете. А также будет показан, наверное, наш быт русского севера. То есть как у нас девушки с коромыслами, веселые краснощеки, мальчуганы, девчушки на санках, на лыжах. То есть, ну вот, хотелось бы показать, что здесь на севере живут люди, радуются. Теоретически я могу купить аптечную вату и сделать какие-то подобные? Вообще теоретически можете, но не у каждого получается, потому что вату надо подобрать особенной, которая будет именно укладываться хорошо пластами. Не будет она у вас комочками и не будет сворачиваться. И особенность тоже в крахмале. То есть не каждый крахмал, чуть не сваренный, неправильно сваренный крахмал, он не будет у вас клейким. И иметь те свойства, чтобы у вас вата превратилась в красивую куколку. Это очень на самом деле трудно. На одну куклу примерно уходит, ну, около пяти часов. Там плюс-минус, может быть, час. Тогда обратно, в зависимости от сложности. И каждая кукла, получается, она в единственном экземпляре, потому что это является авторской художественной коллекционной куклой, которая выполнена в единственном экземпляре, а не лимитированный какой-то тираж. Вот, поэтому в этом их ценности. Вот этот парень? Этот мальчик приехал в гости. Приехал в гости к бабушке с дедушкой, городской парень, его надели. Все, что было, завязали ему теплый-теплый пуховый платок и отправили кататься на лыжах. И вот я тут видела еще одну девчонку. Да. Девчонка модница, да? Девочка очень модная. Это девочка очень богатых и обеспеченных родителей. Наверное, родители ее работники для папы, наверное, директора ГУМа. Русский стиль очень востребован сейчас за рубежом. Это я вот заметила в этом году, потому сколько было, во-первых, спрашивают у меня коллекционеры, есть заказы уже до следующего года, именно показать быт русского севера. Север сейчас именно русский, он очень популярен. Хотелось бы показать нашу область, что у нас здесь вот все тоже здорово, что мы здесь на местах, развиваем производство, никуда не уезжаем. И показать себя, и вот, как бы, наверное, чтобы за нас порадовались. Напоминаю, что завтра мы начнем знакомить вас с информационной картиной. Дня уже в 7 часов утра. Телеканал ПС расширяет свои границы. Мы вновь возвращаем в эфир программу «Сейчас в регионе». Смотрите нас с завтрашнего дня в 7 утра, 12 и 16 часов. Ну, а эту неделю мы увидели вот такой. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Я желаю вам всего доброго и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова